Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканал РЕН продолжает новости Анапы регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Начнем с главной на сегодня темы. Переходим на курортное время. Готовность санаторно-курортной и туристской отрасли, систем жизнеобеспечения, сферы торговли и общественного питания к высокому сезону 2016 года – тема расширенного совещания, которое сегодня провел глава Анапы. Сергей Сергеев призвал участников серьезного разговора со всей ответственностью подойти к приему многочисленных гостей лучшего черноморского курорта. Сезон 2015 года еще раз доказал – Анапа – один из самых популярных в нашей стране курортов детского и семейного отдыха. Достойно встретить свыше трех миллионов гостей – огромная ответственность. Формула успеха – безопасность отдыха, качество услуг и беспрекословное соблюдение требований контролирующих и надзорных органов. При подготовке к сезону 2016 года предприятия отрасли вложили в собственное развитие 2,5 миллиарда рублей. Ведущие здравницы Анапы обновили оборудование, отремонтировали корпуса и расширили спектр услуг. На общегородском совещании заместитель главы Анапы Людмила Терещенко отмечает – санаторно-курортная отрасль – это еще и 3,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Мы все, подчеркиваю, не только администрация, мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы эта предпринимательская деятельность осуществлялась строго в рамках закона, потому что это легальные рабочие места для анапчан, белая заработная плата, безопасность и качество предоставляемых услуг. И конец – это стабильные налоговые поступления в бюджет курорта. Поступления налоговых платежей от деятельности индивидуальных предпринимателей в 2015 году составили 120 миллионов рублей. Думаю, никому из присутствующих не нужно объяснять, что доходная часть бюджета – это гарантия выполнения нами социальных обязательств перед населением. Хотелось бы, чтобы такие примеры, как незаконная гостиница на Ленинградской, в Анапе стали исключением. Нет ни гарантии безопасности, ни качественных услуг, ни налогов в бюджет. Содержание пляжей – еще один акцент предстоящего сезона. На долгосрочной основе они переданы в пользование здравницам, и есть все возможности доверия муниципалитета оправдать. Благоустройство пляжных территорий – единственное, но неукоснительное требование городских властей. Глава Анапы напоминает о социальной ответственности. Я очень строго буду спрашивать за пункт договора, где прописано создание благоприятных условий на территории пляжа для маломобильных граждан, то есть для инвалидов. Пожалуйста, создавайте эти условия согласно пункту договора, хотя бы минимальные. Вот на секунду представьте себя на месте этих людей. Они и так ущемлены в жизни. Но неужели это большие затраты сделать трап мобильный, который можно убирать, чтобы техника проходила, приобрести какое-то устройство. Это все можно сделать при желании, и не на один год. Детский отдых – бренд Анапы. Ежегодно по путевкам мы принимаем свыше 200 тысяч детей со всей России. Просчеты в работе отдельных частных охранных предприятий могут дорого стоить всему курорту. И это ответственность руководителей здравниц. В списке нарушителей – «Жемчужина России», «Планета», «АК», «Буревестник». По поручению главы нашего города мы ведем постоянный мониторинг здравниц на предмет свободного доступа. Так, к примеру, 25 мая членами МВК выявлено нарушение в приазовце, демблюке и счастливом детстве. В целях усиления мер детской безопасности необходимо увеличить количество видеокамер по периметру соответствующих здравницах, органам МВД усилить контроль за качеством и законностью работы ЧОПов, работы сотрудников полиции, планируемых на круглосуточных дежурствах, пансионатах и лагерях. Сергей Сергеев обращается к руководству отдела МВД России по городу-курорту с призывом не констатировать вопиющие факты, а принимать меры. Безопасность на территории Анапы должна быть общая. У вас есть все права об отзыве лицензии. В самое ближайшее время я попрошу предоставить информацию мне о проведенной работе. А то мы только говорим. Там пьяный охранник, там преступление против половой неприкосновенности, а охранная структура на территории присутствовала. Сколько мы лицензии отозвали. Насколько я знаю, если не поменялось законодательство, то два нарушения зафиксированных со стороны охранного предприятия могут послужить поводом к отзыву. К вопросам безопасности возвращались не раз. Контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на курорте – одна из приоритетных задач, которую поставил глава Анапы. Роспотребнадзор проанализировал ситуацию и дал свои рекомендации. Особый спрос будет с гостиниц и санаториев, на территории которых расположены бассейны. Они должны быть оборудованы специальными системами очистки. Постоянно будет вестись мониторинг качества продуктов на рынках и в магазинах. И еще одна сезонная проблема – комары. К сожалению, она принимает сегодня политическую окраску. ВОЗ объявил территорию от Абхазии до Таманского полуострова, территорию, где возможно распространение лихорадки ЗИКа. ВОЗ объявил, хотя наши не подтверждают, но тем не менее уже переходят комары на политический уровень. Анапа всегда проводила данные мероприятия. Сегодня мы идем пока без особых вопросов. Общими усилиями договорились бороться с контрафактом и несанкционированной торговлей. На курорте должен быть порядок. При этом значительно повысится качество услуг. А санаторно-курортный комплекс нацеливает на развитие лечебной базы. Именно это направление может стать главным для перехода на круглогодичный режим работы. И в продолжение темы. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева, пляжи проверяют на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. В составе комиссии, которая сегодня прошла по центральным пляжам, были общественники. Они сказали свое слово, что нужно сделать, чтобы им было комфортно отдыхать у моря. Юлия с удовольствием откликнулась на просьбу городских служб вместе пройти дорогой отдыхающих. Она на месте показывает представителям администрации, что мешает ей перемещаться по городу. Для обычного человека многие препятствия могут показаться незначительными. Слишком большой уклон или выступающий из земли канализационный люк. Для людей с ограниченными возможностями здоровья это не мелочи. Очень рады, спасибо, что город отреагировал, заметил нас. Мы готовы идти сотрудничать и помогать всем, чем можем. В первую очередь, так как начинается курортный сезон, конечно бы хотелось доступность к пляжу. Для людей с ограниченными возможностями и не только для мамочек с колясками. Общественники делятся мнением, что именно необходимо менять. Например, такой пандус должен быть шириной порядка полутора метров, чтобы можно было развернуться на коляске. Также подняли вопрос кабинок для переодеваний и спуска непосредственно к морю. Готовность пляжей проверяют по поручению главы курорта. Минимальная инфраструктура не повлечет большие затраты. Практически каждое подразделение на месте получает своеобразные технические задания. Будет делать жилищно-коммунальное хозяйство по пути к пляжам. Там дальше будет делать санаторно-курортный управление и санатории, владельцы пляжных территорий. Это планомерная программа, которая будет продолжаться дальше. По словам Андрея Соколова, первые результаты такой совместной работы можно будет увидеть уже в ближайшие недели. И к другим темам. На территории спортивно-здоровительного центра Волейград в Витязево состоялся чин освящения храма во имя святителя Николая Чудотворца. В нашей стране это первый подобный проект. В Российской Федерации волейбола говорят, что храм на территории, где проходят сборы, поможет верующим спортсменам лучше концентрироваться перед соревнованиями. То есть вот, ну вот у нас отметка ноля, вот, и еще 15 сантиметров, и 15 сантиметров будет еще здесь выше. Представитель застройщика показывает епископу Новороссийскому Геленджикскому Феогносту устройство алтарной части храма. Для компании это будет уже 38-е подобное сооружение. Сувенирный макет церкви, которая находится в Москве на Шабловке, принесли скорее для наглядности. Храм на территории спортивно-оздоровительного центра Волейград будет во многом на него похож, но только технически. Каждый храм – дом Бога, и каждый храм вписывается в местность. Это море, это большая территория, это воздух, это культура историческая Кубани. Это парк, который будет вокруг храма разбит для людей. Здесь будут и отдыхать не только спортсмены, но и все прихожане. Новая церковь будет носить имя святителя Николая Чудотворца. Она сможет единовременно принимать до 60 прихожан. Благословенно и знаменно будет место сие, в дом молитвенный, в честь и славу Бога, в Троице, здесь славимого Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спортивный комплекс «Волейград» появился в 2007 году. Сегодня здесь проходит финал чемпионата страны среди детских команд, а также тренируется национальная сборная. На торжественном чине освящения присутствуют руководители Российской волейбольной федерации. Они считают, что храм поможет православным верующим спортсменам лучше концентрироваться во время тренировок. Любой спортсмен испытывает определенные стрессы и всегда надо обладать верой в высокое, в вечное. Поэтому я думаю, что это будет все-таки помогать нашим спортсменам достигать результата. Это уникальное событие. У нас нет при их спортивных организациях, учреждениях, нет храмов. А это единственный первый случай, который, надеюсь, положит основание и в других местах, где будут строиться храмы православные. Потому что уповать нужно не только на свои мышцы, на свою технику, правда ведь, и не только ее развивать, но самое главное, чтобы сила духа была. Сила духа куется в храме Божьем. Строители говорят, что первых прихожан новая церковь примет весной следующего года на Пасху. В минувшую пятницу на территории лечебно-здоровительного комплекса «Витязь» открылись лично командные чемпионаты под дзюдо. Среди них территориальные органы и управление на транспорте МВД и образовательные организации системы МВД России. Более 450 спортсменов из 62 субъектов нашей страны в течение нескольких дней боролись за право стать лучшими. Спартакиада МВД России по служебно-прикладным видам спорта проводится в Анапе уже не в первый раз. Дзюдо – это один из наиболее зрелищных и динамичных видов спортивных единоборств, который в системе органов внутренних дел имеет прикладную направленность. Нынешний чемпионат является одним из этапов подготовки в преддверии 31-х летних Олимпийских игр в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро, в числе участников – команда из Краснодарского края. Знаю, что Краснодарский край славится своими дзюдоистами. У нас есть земляк наш Бесан Будранов, который принадлежит на Олимпийские игры. Тем не менее, команда Краснодарского края очень сильная, очень хорошая, сбалансированная. Я думаю, она, не знаю, станет победителем или нет, это татами погажут, но тем не менее, я уверен, что эта команда завоюет одно из первых призовых мест на этих сервалиях. Среди участников ведомственного чемпионата немало именитых спортсменов. Пятеро имеют звание заслуженного мастера спорта. Есть 26 мастеров спорта международного класса. Поединки состоялись в весовых категориях от 60 до 100 килограмм. Команда Краснодарского края показала высокие результаты. В общекомандном зачете кубанские спортсмены заняли второе место в первой группе, уступив дзюдоистам из Москвы. Как отмечает руководство края, хорошая подготовка спортсменов – это не только высокие результаты, но и залог безопасности в целом. В дальнейшем нагрузка на полицейские будет возрастать. И сегодняшние соревнования сотрудники, которые без отрыва… У нас нет сотрудников, которые бы занимались чисто спортом. У нас сотрудники, которые выполняют свои служебные обязанности и занимаются спортом, показывают высокие результаты в этой части. Они являются примером для, думаю, не только Краснодарского гарнизона, но и для всех сотрудников системы Министерства внутренних дел. Надеемся, что и в дальнейшем Краснодарский край будет принимать такого уровня соревнований. С наступлением курортного сезона у анапских спасателей традиционно прибавляются работы. В минувшую субботу 36-летний кайтсерфер из Москвы катался в море в районе станицы Благовещенской. Не справившись с маневрированием, спортсмен уронил кайт. Отжимным ветром мужчину стало уносить в открытое море. Очевидцы происшествия вызвали спасателей. Экстремал обнаружили в 600 метрах от суши, взяли на борт и транспортировали на берег. В медицинской помощи он не нуждался. Нередко требуется помощь и любителям прогуляться по крутым склонам. Также в минувшую субботу две туристки из Красноярского края гуляли по территории заповедника Утриш и застряли на крутом склоне. Самостоятельно спуститься девушки не смогли и вызвали спасателей. Специалисты эвакуировали путешественниц в безопасное место. Через сутки история повторила жительницы Московской области. Оба происшествия окончились благополучно. Медицинская помощь всем троим не потребовалась. Служба спасения Анапы предупреждает. В случае возникновения каких-либо внештатных ситуаций вы можете обратиться по указанным на экране номерам телефонов оперативного дежурного ЕДДС, пожарной охраны, полиции и скорой помощи. Приглашение в сказку. Теперь, чтобы воплотить эту мечту многих мальчишек и девчонок, не нужно ехать за 3-9 земель. На минувших выходных в нашем городе открылся магазин для самых маленьких жителей «Детская сказка». В день открытия буквально на пороге ребят встречали любимые герои. Барбоскины, свинки Пеппы и целая компания веселых друзей устроили настоящее волшебство. Конкурсы, фокусы, шоу мыльных пузырей. Ребята смогли и сами перевоплотиться в мультяшных персонажей с помощью аквагрима. А также много подарков в день праздника для всех пришедших детей и их родителей на открытие нового супермаркета игрушек «Детская сказка». Ассортимент впечатляет. Тысячи наименований детских желаний и по самым приемлемым ценам. Кроме всевозможных игрушек в новом магазине также можно приобрести коляски, кроватки, велосипеды, самокаты, детские автомобили. Найти все просто. Специальные указатели подскажут, где представлены волшебные кареты, товары для маленьких принцесс и принцев. И в преддверии летнего сезона без игрушек из царства водяного также не обойтись. Для родителей юных покупателей хорошая новость. Сетью супермаркетов «Детская сказка» поддерживается лояльная ценовая политика при выборе товаров от производителей разных стран и, что называется, для любого семейного бюджета. Подарить ребенку путешествие в волшебную страну и при этом не пустошить кошелек – теперь реальность. Сегодня очень важное событие. В Анапе открылся новый магазин «Детская сказка». В честь открытия у нас действует скидка 10% до 14 июня. У нас огромный ассортимент игрушек от всех мировых производителей по самым привлекательным ценам. Мы будем рады видеть вас в гостях. Также в магазине присутствует дисконтно-накопительная система и скидки для именинников. Спасибо за праздник такой прекрасный для наших деток. Пожалуйста, мы ради деток работаем. Все ярко, все ярко, красиво. Спасибо вам большое за праздник. Мы очень рады, что вам понравилось. Приходите к нам еще. У нас постоянные акции, скидки. Здесь так много всего. Ну, вообще, и игрушки, и машинки. Мне очень понравилось. Придусь обязательно еще раз. Супермаркет «Игрушек. Детская сказка» ждет малышей и родителей по адресу. Анапа, улица Протапова, 88. Подарите ребятам путешествие в сказку. Внимание, экстренное предупреждение. По данным МЧС России, по Краснодарскому краю, в ближайшие 3-6 часов и до 31 мая местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Возможен подъем уровня воды в реках. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Будь осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова